Всем привет! Перед вами моя рабочая лошадка. Мультиметр от компании Unitrend, модель UT120A. Обзор этого мультиметра я делал в одном из прошлых видео, ссылка в описании. Мультик очень нравится из-за компактных размеров. Обладает довольно неплохой точностью, но имеет несколько недостатков, а точнее. Отсутствует подсветка дисплея и подставка. Также мультиметр не измеряет ток. В ходе эксплуатации выявил еще один недостаток, связанный с источником питания. Стоимость этого экземпляра на Алиэкспресс варьируется в пределах от 16 до 20 долларов, и это немало с учетом функционала мультиметра. При частых покупках на Али советую плагин АлиРадар, особенно 11 ноября, в день большой распродажи на Али. Плагин поможет изучить рейтинг продавца, даст возможность понять, насколько реально скидка. Ведь всем нам хорошо знакомы искусственные скидки. Если товар вам нравится, а цена как-то не очень, добавьте его в список избранных, и плагин уведомит вас, когда цена подешевеет. Ссылку на АлиРадар найдешь в описании под видео. Мультиметр питается от 3-х вольтовой литиевой таблетки. Возможно, у кого-то батарейка в этом мультиметре будет служить месяцами, даже годами, но не в моем случае. Мультиметром я пользуюсь регулярно. Иногда забываю отключать, хотя это не очень страшно, так как мультик снабжен функцией автоотключения. С учетом всего этого мне приходится менять батарейку раз в месяц. Изначально думал, что это просто дешевые батарейки дохнут быстро, но даже одна из самых дорогих батарейка DuraCell с натягом потянула на 2 месяца, поэтому было решено переделать мультик на аккумулятор. Аккумулятор 3,7 вольт литий-ион, взят от какого-то плеера, компактный и прекрасно влезет в корпус. В ходе испытаний стало ясно, что этот мультиметр критичен к питающему напряжению. 3,7 вольт он не переваривает, поэтому пришлось скинуть напряжение от литиевого аккумулятора до нужного уровня. Самым простым и безотказным решением в такой ситуации является использование диодов. Взял пару обычных выпрямительных диодов 1,4-0,0,7, соединил их последовательно. На них образуется падение напряжения в 1,3 вольта, а еще такой вариант не потребляет тока от аккумулятора, в отличие от специализированных микросхем-стабилизаторов. Запрятал диоды под термоусадку и запаял на плату. Далее система заряда аккумулятора. Она построена на базе микросхемы TP4056. Предварительно убрал родной токозадающий резистор на 1,2 кОм и впаял на его место резистор на 22 кОм, этим снизив ток заряда до 60 мА. Для моего аккумулятора это в самый раз. Кстати, сам аккумулятор на 100 мАч. Плата заряда в моем случае не снабжена системой защиты аккумулятора. Пришлось ставить отдельную защиту на базе микросхемы DW01 и сборки из двух полевых транзисторов. Если кому интересно, как работает такая система, на моем основном канале есть подробное видео на эту тему. Ссылка также в описании. Аккумулятор приклеен к плате мультиметра клеем B7000. Предварительно плата изолирована каптоновым скотчем. То же самое можно сказать о плате заряда. Зарядка осуществляется от любого постоянного источника с напряжением 5 вольт через микро-USB разъем. Система вообще не нагревается во время заряда, так как токи тут мизерные, не более 60 мАч. Первый вопрос решен. Дело за малым. Подсветка. Она реализована предельно простым образом. Белый чип-светодиод и обычный выключатель. Светодиод довольно мощный. Для него был рассчитан резистор, который ограничивает ток на уровне 30 мАч. Подсветка никак не связана с платой тестера, ее можно включить в любой момент, если даже мультиметр выключен. Светодиод был зафиксирован обычным термоклеем. Не самая крутая подсветка, но в темноте очень выручает. Переделкой в целом доволен. Внешний вид прибора не пострадал, не считая, конечно, выключателя для подсветки. На этом вроде бы все. Напомню, что всю необходимую информацию, включая ссылки на мое лабораторное оборудование, можете найти в описании под видео. А мне остается только прощаться и до новых встреч. Пока.